Аудиокниги Редьерд Киплинг «Сказки и легенды» Как леопард стал пятнистым В те далекие дни, когда все существа только что начали жить на земле, моя любимая, Леопард поселился в пустынном месте, которое называлось «высокий фельд». Заметь, это не был низкий фельд или лесистый фельд или горный фельд, нет. Леопард жил в совершенно голой, унылой, знойной, залитой сияющими лучами солнца пустыне, называвшейся «высоким фельдом». Местность эту покрывал песок, скалы одного цвета с песком и редкие кусты желтоватой травы. Там жили жирафы, зебры, антилопы, газели и другие породы рогатых животных. Все они были покрыты гладкой, желтовато-коричневатой шерстью песчаного оттенка. Леопард фигурой походил на кошку. У него была серовато-желтоватая шерсть, которая совсем сливалась с желтовато-серевато-коричневатой почвой высокого фельдта. Это было очень плохо для жирафов, для зебр, для антилоп и для остальных беззащитных животных, потому что леопард ложился под для желтоватых камней или высоких травянистых зарослей. И когда жираф, зебра, газель, антилопа-куду или лесная антилопа проходили мимо него, он выскакивал из засады, бросался на них, и тогда их жизни наступал конец. В этой стране также жил Эфиоп. У него были лук и стрелы. Сам он в те времена был серовато-коричневато-желтоватый. И охотился вместе с леопардом. Эфиоп брал с собой лук и стрелы. Леопард же убивал дичи зубами да когтями. Наконец, жираф, газель, антилопа-квагга и все остальные животные в этом роде решительно перестали понимать, в какую сторону им следует бежать. Да, моя любимая, они совсем растерялись. Через очень-очень долгое время, тогда животные и люди жили долго, они научились скрываться от всего, что походило на леопарда или на Эфиопа, и мало-помалу убежали из высокого фельда. Первыми ушли жирафы, потому что у них были самые длинные ноги. Бежали они много-много дней. Наконец, увидели огромный лес. В нем было много деревьев, кустов. А на землю падали тени, темные полосы и пятна. Животные спрятались в лесу. Прошло еще много времени. Животные вечно были отчасти в тени, отчасти на солнце. И от этого жираф стал пятнистым, а зебра полосатый. Антилопа, Жикуду и Газель потемнели, и по их спинкам прошли извилистые серые полоски, похожие на древесную кору. Теперь их можно было слышать, чуять, но видеть стало трудно. Их разглядел бы только знающий, где следует искать беглецов. Отлично жилось этим зверям среди пятен света и узорчатых теней леса. Между тем Леопард и Эфиоп бегали по обнаженной желтовато-красноватой пустыне и спрашивали себе, куда девались их завтраки, обеды и ужины. Наконец, они до того проголодались, что стали поедать крыс, жуков и кроликов, живших в скалах. Потом у них разболелись животики, оба заболели. Как раз в это время они встретили Павиана. А он, надо тебе сказать, самый мудрый зверь в целой Южной Африке. Леопард сказал Павиану, стоял очень жаркий день. Куда ушла вся дичь? Павиан подмигнул. Он отлично знал, куда. Эфиоп сказал Павиану. Можешь ли ты сказать мне, куда переселилась вся туземная фауна? Эфиоп спросил совершенно то же самое, что Леопард, только он всегда употреблял длинные слова. Он был взрослый. Павиан подмигнул. Он-то знал. Скоро заговорил Павиан. Дичь ушла в другие места, и тебе, Леопард, я советую поискать темных пятен. Эфиоп сказал, все это хорошо и прекрасно, но я желаю знать, куда переселилась туземная фауна. Тогда Павиан ответил, туземная фауна соединилась с туземной флорой. Тебе же, Эфиоп, была бы полезна перемена. Леопард и Эфиоп ничего не поняли. О каких пятнах, о какой перемене говорил им Павиан. Тем не менее, они стали разыскивать туземную флору, и после долгих-долгих поисков увидели большой, высокий, густой лес, полный деревьев с пятнистыми стволами, по которым перебегали тени. Тени эти качались, извивались, сходились и расходились. Что это, сказал Леопард, здесь темно, а между тем столько пятнышек света. Не знаю, сказал Эфиоп. «Вероятно, это туземная флора. Я чую жирафа, но не могу видеть жирафа». «Это удивительно», — заметил Леопард. «Впрочем, мне кажется, это происходит потому, что мы сию минуту вошли в тень с того места, где ярко светит солнце. Я чую зебру, я слышу зебру, но не могу видеть ее». «Погоди немного», — сказал Эфиоп. «Ведь с тех пор, как мы на них охотились, прошло много времени». «Может быть, мы позабыли, какой вид у этих зверей?» «Пустяки», — ответил Леопард. «Я отлично их помню. И особенно хорошо у меня в памяти сохранился вкус их костного мозга». «Жираф» — около семнадцати футов высоты и весь от макушки до копыт золотисто-желтый. «Зебра же около четырех футов с половиной, с головы до ног она серая». «Угу», — протянул Эфиоп, вглядываясь в пятнистые тени леса. «В таком случае эти животные должны быть видны в темноте, как спелые бананы в темной дымной хижине». Но ни жирафа, ни зебры не было видно. Леопард с Эфиопом охотились целый день. И хотя чуяли дичь, слышали, как она шевелится, но ни разу не видели ни зебры, ни жирафа. «Пожалуйста», — сказал Леопард, когда наступило время обеда. «Дождемся темноты. Охотиться при дневном свете неудобно». Они подождали наступление темноты. И вот Леопард услышал дыхание и фырканье среди серебристых полос звездного света, который проходил сквозь древесные ветви и падал на землю. Леопард почуял зебру, схватил ее, и когда повалил на землю свою добычу, почувствовал, что она бьет его ногами, как зебра. А все-таки он не знал, что это было. Леопард сказал. «Не двигайся! Ты — существо без формы! Я буду сидеть на твоей голове до утра, потому что не понимаю, что ты такое!» В ту же минуту он услышал шум треск, и эфиоп закричал. «Я поймал животное, которого не вижу! Оно брыкается, как жираф, и я чую запах жирафа, но ничего не вижу!» «Не доверяй ему!» — сказал Леопард. «Садись на его голову и не двигайся до утра. Я сделаю то же самое. Их совсем не видно!» Так они просидели, пока не рассвело. Наконец Леопард сказал. «Ну, братец, скажи, что там у тебя?» Эфиоп почесал себе голову и ответил. «Животное — это должно быть темно-оранжевое, а это все в каштановых пятнах. А у тебя что, братец?» Леопард тоже поцарапал себе голову и ответил. «Моя дичь должна была иметь нежную, серовато-желтую шерсть и называться зеброй. Между тем шкура, пойманного мной зверя, покрыта черными полосами. Ну, скажи, пожалуйста, зебра, что ты с собой сделала? Разве ты не знаешь, что там, в высоком фельте, я мог видеть тебя за десять миль? Теперь же ты расплываешься перед глазами, и тебя нельзя разглядеть!» «Да, — сказала зебра, — но ведь мы не в высоком фельте, а в другом месте. Разве ты этого не видишь?» «Теперь-то вижу, — сказал леопард, но вчера я ничего не видел. Скажи, почему это?» «Отпустите нас, вы оба, — сказала зебра, и мы вам покажем, в чем дело». Эфиоп и леопард отпустили зебру и жирафа. Зебра побежала к большим кустам терновника и остановилась там, где от них падали полосы теней. Жираф же подошел к высоким деревьям, по которым лежали узоры из теневых пятен. Теперь ни ту, ни другого нельзя было разглядеть в лесу. «Хи-хи! — сказал Эфиоп. Теперь смотрите! — сказали зебра и жираф. Вот как делается у нас. Раз, два, три. Где ваш завтрак?» Леопард смотрел во все глаза. Эфиоп тоже. Но они видели только полоски да пятна теней в лесу. Зебры и жирафа не было и следа. Они ушли и спрятались в чаще. «Хи-хи! — сказал Эфиоп. «Стой поучиться их фокусу! Это тебе урок, Леопард. Здесь, в темном месте, ты виден, как кусок мыла в ящике с углем». «Хо-хо! — в свою очередь сказал Леопард. «Удивит ли тебя, если ты узнаешь, что здесь, в темной чаще, ты виден ясно, как горчичник, прилипший к угольному мешку?» «Ну, мы можем придумать, сколько нам вздумается сравнений, но это не поможет нам получить обед!» заметил Эфиоп. «Все дело в том, что мы отличаемся от цвета почвы. Я исполню совет Павиана. Он сказал мне, тебе нужна перемена, а так как мне нечего менять, кроме кожи, я и переменю ее». «Что?» — протянул взволнованный Леопард. «Да, я обзаведусь новой, хорошенькой, рабочей, коричневато-черной кожей с лиловым оттенком и с переливами в аспидно-синий цвет. В ней будет удобно прятаться в ложминах и за стволами деревьев». И он сейчас же переменил свою кожу. Леопард заволновался еще сильнее. Он до сих пор не видел, чтобы человек менял кожу. «А я-то!» — сказал он, когда Эфиоп натянул даже на кончик левого мизинца свою прекрасную, новую черную кожу. «Послушайся совета Павиана. Он сказал тебе, поищи темных пятен». «Да я и смотрел в темные места», — сказал Леопард. «Я пришел сюда с тобой, осматривал тени леса. Ну, разве это помогло мне?» «Вспомни о жирафе», — сказал Эфиоп. «Или подумай о зебре и ее полосках. Их пятна и полосы очень удобны им». «Хм-м-м», — сказал Леопард. «Я совсем не хочу походить на зебру». «Ну, решайся», — сказал ему Эфиоп. «Я не хотел бы охотиться без тебя, а все-таки придется отправиться одному, потому что теперь ты походишь на подсолнечник, торчащий подле темной изгороди». «В таком случае я соглашаюсь на пятна», — ответил Леопард. «Только, пожалуйста, не делай мне слишком больших клякс. Они вульгарно выглядят. Я не хочу слишком походить на жирафа». «Я испещрю тебя кончиками пальцев», — предложил ему Эфиоп. «На моей коже ищу достаточно черной краски. Поднимайся и не двигайся». Эфиоп сжал свои пять пальцев на его новой коже все еще было много черной краски и стал прикладывать их к телу леопарда. Там, где они касались желтой шкуры зверя, после них оставалось до пяти черных пятнышек, очень близко друг от друга. На любой леопардовой шкуре ты увидишь их, моя дорогая. Иногда пальцы Эфиопа скользили и пятна немного расплывались. Но присмотрись к любому леопарду, и ты увидишь, что на его шкуре в каждом пятне пять точек. Это следы пяти жирных черных кончиков пальцев Эфиопа. «Теперь ты красавец», — сказал Эфиоп. «Ляг на землю. Тебя всякий примет за кучу мелких камешков. Ляг на обнаженную скалу. Ты будешь походить на наздреватый туф. Если ты ляжешь на сук, покрытый листьями, всякие подумают, что ты свет, проходящий сквозь листву. На тропинке ты тоже не будешь виден. Думай об этом и мурлыкай». «Но если мои пятна так удобны», — заметил леопард, «почему ты сам не стал пятнистым?» «О, негру приличнее быть черным», — ответил Эфиоп. «Пойдем же и посмотрим, не сумеем ли мы справиться с мистерис раз-два-три, где завтрак». Они убежали, и с тех пор, моя любимая, жили хорошо и счастливо. Вот и все. Ах да, иногда ты услышишь, как взрослые говорят, может ли Эфиоп переменить свою кожу или леопард сбросит с себя пятна. Я думаю, что вряд ли даже взрослые спрашивали бы такие глупости, если бы леопард и один Эфиоп уже не сделали такой вещи. Правда? Но еще раз, они не сделают ничего подобного. Они и так вполне довольны.